Ну, наверное, сказалось все-таки. Не сказать, что прям вообще было без моментов в игре, но все-таки было тяжеловато без Артема, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время восстановится и войдет в игру. Здравствуйте! Сегодня удалиться ни у нас, ни у них не получилось, потому что игра была корректная. Жесткая, но корректная. Мужики из Сиэтла молодцы, заслуженная победа. Мы сегодня очень плохо играли, мы недовольны своей игрой. На следующий тур уже будем как-то пробовать исправиться. Ну, Сиэтл как задали свою планку идти к призерам, так и идут. Молодцы. По нашей игре сказать, ну, я ничего не хочу говорить. Мужики из Галакси тоже молодцы. Мужики из Галакси сегодня не мужики были. В общем, всем спасибо. Спасибо Миша Сиэтл здесь, спасибо тебе за интервью. Спасибо Сиэтл за игру. Все, до свидания. Такого не бывает, чтобы нам повезло где-то. Один матч был, где нам реально чуть-чуть повезло, и то там с Расиком. Все, в остальных моментах нельзя. Думаю, он показал прошлый год, что и без Блышкова это Сиэтл Роман. Давайте, подтянем, подтянем, Диман, работай, подтянем. Поэтому... Всем привет. Блышков это сегодня человек, который сейчас с нашего из-за львови. Привет. Как все знают, бывший капитан Бутафоги, теперь спортива. А сел в дубли, так сказать. Буду бороться за состав. Не знаю, почему про дубли, но я еще пока не в форме. Поэтому, думаю, скоро будем бороться за финал, как минимум, не знаю, кубка или еще чего-нибудь. Потому что все бухают, уроды. Кто-то не приезжает. В итоге такая херня. Ну и не везет нам, как обычно. Проквитом Атеуром. Левый полотенец. Как дела, чемпион? Со скайфом, братан. На солнышке греешься? Да, занимающим. Волбой сыграет с Атласом. Крайне напряженный матч. Счет пока 2-1 в пользу подопечных Виталия Амтипова. Молодцы ребята. Играют в открытый футбол. Не боятся. Забили два быстрых гола. Могли еще забить. Атлас, конечно, видно, что не хватает Мадярова с Севастьяновым. Но Атлас не та команда, которая должна почивать на том, чтобы отсутствие состава. Поэтому, не знаю, пока что все сводится к тому, что Олдбой все-таки выдержит. Так же, как и выдержал в игре с Тигрой в первом туре. И добьется победы. Хочу сказать то, что, на мой взгляд, Андрей Николаев не совсем правильно разобрался в эпизоде с удалением меня и игрока соперника. Дело в том, что был момент на углу поля, где я сыграл в мяч. Но Андрей назначил фолл. Я высказал свои недовольства в адекватной форме. Он мне дал за это желтую карточку. Я не стал спорить. Соперник, недовольный тем, что я высказывал в суде, что подошел ко мне разбираться. В итоге соперник тоже получил. Через пару мгновений нас оттащили. Я просто постоял с соперником. Вы все знаете меня сколько лет. Я не конфликт игрок. Понимаете? Я наоборот всегда успокаивал. Я просто хотел спросить соперника, игрока Банфилда, в чем дело. То есть, что он от меня хочет. Андрей подходит, дает мне вторую желтую и удаляет. Тем самым, можно сказать, сломав отчасти игру. И в итоге мы сыграли 3-3 с Банфилдом. Я считаю, что, ну, КДК, конечно, жаловаться не будем. Я один матч прохущу один. Но все равно я считаю, что мы не должны так вот легкомысленно реф вот так удалять. Вот правда на левых игроков. Просто дело в том, что если ты удаляешь, то ты удаляешь всегда. А мы сами помним игру с Аланей и Олимпийцем в РФФЛ, где там на прямое оскорбление не было удаления. Я хочу, я очень уважаю Андрея, но сегодня он здесь, он справился с грехом на этот баланс. Спасибо. Я считаю, что наши ребята могли бы сыграть гораздо лучше. Но на самом деле связано это с тем, что зимой никто не играет, был долгий перерыв, и у нас очень много дисквалификаций в команде. Ждем, когда ребята вступят в бой. Это 3 или 4 игрока, и тогда, я думаю, у нас все получится. Как сегодня Deportivo сыграет с Argentinos Huners? В финале по-любому надо поставить, Deportivo не нравится. Сегодняшний матч мне понравился. Могу выделить двух ребят. Это Антошка Уваров, господин Вита и еще наш братарь. Я считаю, что они сыграли лучше всего, а остальным немножечко сегодня хватило сноровки. За противоположную команду могу сказать, что мне тоже понравилось, как они играли. Мне показалось, что у них была более слаждая игра. С Сусманом все хорошо, точно знаем. Андреянов выбирает дипкую форму. Федонин сломался, у него проблемы со спиной. Очень жалко. Даже не знаем, как его лечить. Спасть водку уже не помогает. Но надеемся, что вернется парень в состав. Потому что человек болеет футболом и очень плохо, когда на болеющий, так сказать. Всем душой и сердце за команду. Человек не играет. Это всегда большой минус. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, сегодня победим. Субтитры сделал DimaTorzok